Дальше уже можно было не продолжать. Оппонент сел на попу, как говорится. А вот и Питбульчик наш. И Питбульчик наш сейчас будет кого-то грызть, по-моему. Да, одиозная такая личность. Парень очень заряженный. А будет он драться против Александра Резе. И вы посмотрите. По кличке Питон. Да, Питбульу 21 год, а Александр Резе 43. И самое интересное, что в обычной жизни это человек обычный бухгалтер. Вы представляете? Вот такие вот бывают бойцы. Ну а Питбуль не нуждается в представлениях. Да, Питбуль уже всем известен. Это наш родоначальник с нашей стрелочки. И я думаю, что сейчас будет настоящая битва. Да, парень очень заводной. Очень хороший боец. Очень мужественный. Который будет идти до конца. Ну а Питон, посмотрите на него. Питон спокоен, как Питон. Как всегда. Штанишки обычные такие. Осунувшиеся такие плечики. Опасный человек. Очень чувствуете, да? Переминается с ноги на ногу. Но посмотрите на его сломанные уши, которые выдают в нем хорошего борца. Посмотрите, да? Заломанные уши. Я думаю, что Питбуль сейчас будет, так сказать, окутан Питоном. Сейчас посмотрим, посмотрим. Интрига, конечно, очень высока. Посмотрите. Эти оппоненты нам известны уже оба. Так как участвовали в наших полуфиналах. Вот он, Питбуль. Достаточно агрессивный молодой человек. Такой бодрый. Посмотрите, живой. Подвижный, такой энергичный. И полная противоположность его – это Александр Резе. Скажем, Питон. Да. Ну, сейчас посмотрим. Это будет бой, я думаю, очень и очень заряженный. Итак, Григорий комментирует у нас. Представляет нам участников. Турканов Михаил. Вес 73 килограмма, 23 года. И Александр Резе. 73 килограмма, 41 лет. Слышите разницу, да? Очень серьезно. Как в первом бою. Практически в два раза. Бойцы знают друг друга, не понаслышке. Бойцы уже встречались. И победа пока оставалась за Питоном. Да. И сейчас мы увидим, кто из них нашел спасение. Ну что, поехали. Давай, поехали. Да, смотрите, слишком низко держит правую руку Александр Резе. Не наносит никаких ударов, просто двигается на ногах. Так. Попытка перейти сразу в партер. Сразу поймать, сразу поймать. Сразу, опа, все, схватил. Все. Вот она, схватка Питона. И сразу рука. Вы чувствуете, как красиво? Смотрите, как легко и быстро, да. Красивый переход в партер. Красивый переход в партер. Питбуллю, конечно, надо больше работать в стойке. Потому что Питбулль достаточно сухой, очень быстрый парень, очень подвижный. А Александр Резе борец. Надо не давать борцу бороться, а ударник убить. Это классическое правило для всех бойцов. Но пока Резе, так сказать, следовал по своим правилам. И вот он уже в партере оказался. Ну, рассечение, да, серьезное рассечение. Ну, рассечение там, во-первых, не над глазом. Он не так сильно заливает. Сейчас быстренько секундант, вот доктор команды, посмотрите, обработает рану, и бой будет продолжен. Питбулль вообще у нас красавчик, смотрите, да. Ну что, Питбулль заряженный. Заряженный парень просто на 100%. Готов биться, драться, падать, кусать, что делать, все что угодно. Все, что, конечно, разрешают правила. Да. Питбулль такой боец очень серьезный. А, то есть, видите, судья снова кладет их. А вот это хорошая позиция для Александра. Да, для борца это великолепно. И вот, смотрите, продолжается схватка в портере у нас. Сейчас мы посмотрим, как это происходит, да, как борец против ударника. В портере, да. Методично, спокойно, вытаскивает руку, разжимает захват, крутится на месте. Не дает Питбулль захватить шею Александру, но и сам тоже пока ничего не может сделать. Видите, ситуация на самом деле не в его пользу, ему тяжелее, не забывайте. У него высококлассный борец против ударника. Посмотрите, он достаточно более мускулист. Прошла рука. Прошла рука под шею Питбуля, то есть умудрился Александр затащить ручку и пытается сомкнуть захват. Я думаю, что, конечно, как борец, он выше классным, чем Питбулль. Настоящий Питбулль. Смотри, вцепился в него просто как сумасшедший. Но Питбулль пытается отжать ногу, обвить ногу, да, Александр Рызе? Питбулль не тот боец, который сдастся сразу, конечно. Он будет боец биться до конца, пока он не умрет. Питбулль вообще никогда не сдастся, я в этом больше чем уверен. Посмотрите, не получается у него, не отдает ногу Александр. Все-таки опыт это... Эх, неприятно, конечно, да, против Питона. Руку, смотри, Питон отжимает потихоньку Питбулля. Вот так вот, как примерно выглядит сражение между Питбуллем и Питоном. Да. Питбулль кусает, Питон душит просто потихоньку. Очень такое хорошее сравнение, именно адекватное такое, четкое, видите? Но не сдается Питбулль, посмотрите. Потихонечку затаскивает руку под ногу, медленно вытягивает ее, пытается сделать болевую, очень неприятные моменты, конечно, да. Ничего не сделает Питбулля такая. Не получается, ну, ай, смотрите, отжимает руку Александр Розе. Опять, смотрите, Питбулль вытаскивает руку, не дает руку. Так, вот начал работать Питбулль руками, пытается пробить по голове. Хорошо попадает, хорошо, но этого, конечно, мало с положения снизу. Очень тяжело это акцентированно сделать, хороший удар направленный. Тем более Александр хорошо спрятал голову, видите, он прижал голову к грудини, и поэтому удары не такие мощные, которые нужны сейчас Питбуллю для того, чтобы повернуть бой в свою сторону. Потому что Питбулль все равно, смотри, связал голову, чтобы не дать какой-то там, да, разворот событиям. Потихоньку наносит удары. В общем-то, в область спины я немножко неправильно нарезаю, считаю. Ну да, но ему как бы, он не видит, видите, в чем ситуация, он просто не видит, куда бьет. Но старается действовать по правилам, посмотрите. Питон просто колзет к Питбуллю, очень хорошо. Уп-па. И сам, по-моему, нарвался на свою зону, нет? Нет, 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 смотрите. Видите, не получается никак у Питбуля отжать голову Александра, то есть четко переходит он на удержание, такое классическое удержание, если помните, в дзюдо. Видите, ножки подогнуты, он уверенно голову прижал, чтобы противник не отжал ее ножками. Вон, видите, Питбуллю не удается его сбросить, не выйти ни на мост, ни каким другим действием. И все, и уверенно очень пытается душить его Александра, по прозвищу Питтона. Он его душит, да? Да, 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 конечно, удержание, посмотрите, он замкнул ладони. Но, посмотрите, вот там уже заливает он кровью Питбуля, но Питбуллю не сдается. Я представлю, каково сейчас Питбуллю, посмотрите, у него глаза закатываются. Держится до последнего, да, смотри, Питтон. Да, 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 да. И все равно проявляет активное действие, он пытается уйти из захвата, но не получается. Попытка как-то встать, но ничего, Резетт душит потихоньку, душит. Все, по-моему, Питтон окутал совсем Питбуля и сейчас будет удушающий. Но Питбуль не сдается, вы посмотрите на мужество этого парня. Как ему тяжело, я представляю, но он работает. Да, уже выдохся спортсменами, конечно, очень тяжелый бой. Ну, посмотрите, уже почти 6 минут они работают и не было остановок, ничего, посмотрите. И все это в портере, это все происходит в песке, в пыли, то есть ситуация самая тяжелая. Вот он, пожалуйста, борьба против стойки. И мы видим, что, конечно, когда оппонент попадает в обхваты Питона, то ему уже некуда деваться. Даже если это Питбуль. Питбуль у нас... Стоп! Что такое? Остановили бой, так. Остановка? Стойку? Да, да, перевод в стойку. Ну, слушайте, конечно, сил потрачено много. Ну, смотрите, противник не теряет самообладание. Промывка лица пошла. Так. У РЗ, конечно, очень сильное рассечение. Посмотрите, он заливает кровью периодически Питбуля. Да, это очень, конечно, травматично. Ну, что делать? Это бои без правил. Люди вышли сюда, зная, что они тут делают. Да, ребята очень харизматичные. Никто из них не отдаст победу просто так. Видите сами. Несмотря на разницу в возрасте и прочих-прочих моментах. Ну что, Александр приводит в порядок. Питбуль уже готов. О, посмотрите на него. Ах, вот это Аскал, настоящий боец. Да. Ну что, Александр тяжело перемещается, но ждет он одного. Ждет одного, это прохода в партер. Да, ему надо тут только одно, ему надо бороться. А Питбулю главное не давать реализовать возможности противнику. У Питбуля руки уже летят очень тоже медленно. Но очень тяжело, конечно, вносить удары. РЗ все отходит, отходит. И вот, пожалуйста, проход в партер. Опять цепляется в оппонента. Очень тяжело что-то сделать, когда в тебя вцепился Питон. Да. Опять оказался Питбуль на ковре, так сказать, на песке, внизу. И партер это, конечно... И снова пытается Александр РЗ перейти на удержание. Видите, как бы... Это его стихия. Борьба это его стихия. Питон, ой, Питбулю, прошу прощения, не надо было, конечно, переходить. Стараться работать только в шоке. Держать дистанцию, конечно. Разрывать ее постоянно, как только хочет, так сказать, Питон прыгать на него. Постоянно держать дистанцию нужно. Самое главное выиграть тактически. Здесь, видите, парни подготовлены, заряжены до последнего. РЗ потихоньку-потихоньку налезает на Питбуля, потихонечку перепрыгивает. Занимает удобное для него положение и выходит на свои любимые удушающие приемы. Да, опять пытается произвести захват головы противника, но... Настоящий Питон должен задушиться его врага. Да, целиком оправдал свои прозвища. Но смотрите, Питбуль опять отжимает ногу Александра, пытается работать по корпусу, но судья снова поднимает их в стойку. Да, РЗ уже очень тяжелый, конечно. Ну, вы представляете, 9 минут работы, посмотрите. Полноценного отдыха у них не было. Да, возраст, возраст, конечно, молодой парень и его более старший оппонент. Ну, сейчас мы увидим, что с вами, сейчас мы с вами увидим, что лучше. Это опыт или молодость? То есть сейчас время покажет. Ну, что Питбуль продолжает, но опять вот, вот, вот какая должна быть тактика. Да, Питбуль отскакивает, бьет, отскакивает, бьет, отскакивает. Но сейчас мы опять видим, что переход в партер и опять, конечно. Не надо резаться, конечно. Ну, что он, смотрите, ну нет у него шансов пока. Неудобное, в общем, положение, конечно, для Питбуля. Потихоньку Питон начинает ползти, понимаете, опять. Ну, что ж такое-то? Ну, смотрите, опять у них борьба. Надо, конечно, Питбуль выходить снова в стойку. В стойке у него очень много шансов. Он очень быстрый, подвижный. Да, боюсь, что внизу вообще нет шансов против Питона. Это человек, который душит всех подряд. И тем более, вы посмотрите, насколько уже устал Питбуль. То есть все время оказывается в захвате. То есть это очень сильно выматывает. Плюс недостаток кислорода из-за проблем с дыханием. Но продолжает он бороться. Это характер Питбуля. Прижимает, прижимает Питбуль голову. Не дает, ай-яй-яй-яй-яй, отпускает. Отпускает. Но пока никто не может реализовать каких-то действий. Ой, рука, рука, рука пошла. Все, рука Питона пошла вниз. Очень-то печально. Не отдает горло, не отдает шею. То есть самое слабое место у человека в партере. Ну, Питбуль очень опытный боец. Вы сами видите, что даже такой хороший борец, как Александр Резе, Питон ничего пока не может предложить. Да, все равно хорошо обороняется. Да, даже в партере. Очень умело, очень опытно. Это вот именно опыт. Хотя партю всего 23 года, вы сами посмотрите. Завязал руки, смотри, левая рука завязана. Правая тоже не вытащить, как в тесте, смотри. Раз, и никуда не деться. Все видит он, смотрите. Я думаю, сейчас судья поднимет опять. Посмотрим, посмотрим. Все, смотри, Резе завяз. Питон завяз. Питбуль знает, что делать. Но судья считает неслесообразным. А, я-я-я, рука правая прошла, по-моему. Правая рука прошла. Правая рука прошла под шею, под горло. И уже мы видим, что Питон начинает свое удушающее страшное. Опять произвел захват головы противника. Питбуль надо срочно менять положение. Надо как-то выходить из этого положения. Неудобно для него. Слышите, сколько дают советов болельщики. Все, это удушающе. Питон сделал свое дело. Питон. Ой, смотри, Питбуль не сдается. Питбуль не сдался. Отключился. Ребята, это отключка. Вот это характер. Вы посмотрите. Задушил. Человек бился до последнего. Он реально задушил. Посмотрите, человек потерял сознание. Слушай, надо срочно за ноги, конечно, применять какие-то меры доктора. Потому что это не... Ой-ой-ой, оклемался. Молодец. Все, вот он боец. Проиграл. Отключился, да, но... Жив. Молодец. Слушай, не сдался. Вот так вот. Вот вам, пожалуйста, сила духа, сила воли. Когда боец до последнего, до отключки готов драться. Идиться, да. Идти до конца. По-настоящему идти до конца. Вы посмотрите. И не сдаваться. Все равно не сдаваться. Вот и все. Вот это да. Вот это характер. Так, сейчас там врач проверяет состояние бойца. Но я так понимаю, что сейчас надо небольшое время, чтобы ему восстановиться. Прийти в себя, да. Все, жив, здоров. Все, молодец. Все, закончилось хорошо. Я уже начал переживать, честно говоря. Посмотрите, какой яркий бой. Какая победа была тяжелая у Александра Розе. Он еле стоит на ногах. Итак, Питон побеждает Питбуля. Итак, мы видим, что борьба... Александр, да. Борьба подержала верх над ударной техникой. Молодец. Питбуль не сдался. Вот это характер. Мы таких боев еще не видели. Я думаю, что вряд ли увидим довольно. Да, Питбуль показал себя снова во всей красе. Да, это прямо просто фееричное какое-то шоу. Человек, который готов в ринге... Умереть по-настоящему. Не сдаться, умереть по-настоящему. Да, Александр, абсолютно верно. Вот это закалка. Розе, Розе. Вот человек, пожалуйста. Человеку больше 40 лет. И он готов выходить на ринг, украсться с молодыми бойцами. До победного конца. А вот мы смотрим самые лучшие моменты, когда пытается пробивать... Сближает, сближает дистанции. Тут же оказывается в лапах Питона. Вот красивый бросок. Рука зажата. Раз. И все. Питон делает свое дело. Молодец. Он выжидает, выжидает. Закрывается. Но выжидает моменты, когда можно схватить оппонента. Получает удары. Обратите внимание, что Питбуль... Питон, прошу прощения, вообще не работает руками. Руками работает только Питбуль. Вот он момент. Смотри. Не сдается. Все, не сдается все равно. Вот это да. Характер. Сумасшедший. Не ходил бы с таким парнем встретиться. Да, это настоящий убийца. Ну, Александр Резе, конечно, показал нам свой опыт. И свой характер тоже. Александр Резе вымотался на 100%. И я думаю, что он сейчас сам в небольшом шоке. Потому что силы шло в моей жизни на, конечно, 95%. Он сейчас на этих 5% просто перелегается. Посмотри, да, да, да. Посмотрите, как ему тяжело. Он вообще, можно сказать, чуть живой, но он победитель. Хочу вас еще на старин, кстати, обратно. Ага. Вот это настоящие бойцы. Бойцы, которые не сдаются. Все ради победы. Его даже получает утешительный приз, потому что это настоящий боец. Сидиопутшая шея. Но взгляд у него, конечно, все равно победителя такой. Немножко шатает его. То есть еще не восстановился. Александр тоже очень тяжело себя чувствует. Настоящие бои. Никаких шуток, никаких, так сказать, компромиссов. Да, и настоящий воин. Вы посмотрите, какой характер. На это стоит посмотреть, особенно вживую. Вот мы видим в кадре Михаил Малютин, чемпион мира по боям без правил. Да, у нас присутствуют отличные ребята сегодня на шоу. Известные лица в городе, как сказать, в кругу спортсменов.